Всем привет! С вами я, Татьяна Зайцева, и я частный дизайнер интерьеров. Сегодня поговорим о спальне, о том, как можно сделать ее красивее и интереснее. Сейчас будет заставка, подпишитесь, пожалуйста, на канал, а также нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Спальня – это зона не только для отдыха и релакса, но и места для творчества, а именно для проявления ваших декораторских способностей. Давайте вместе разберемся, как просто преобразить приевшееся помещение. Первое. Самое важное и затратное – это стены. Именно их мы видим только лишь открываем глаза, потому цветовая палитра и тип поверхности крайне важен. Одна стена, одетая в яркие или с выраженным рисунком обои – это то, что нужно. А переклеить обои не так уж и сложно, в случае, если акцентный эксперимент вам вскоре надоест. Не любите обои? Смело берите в руки кисти и краски, лишь выбирайте приятный для вас оттенок. Я бы советовала спокойную цветовую гамму – мятные, яблочные или оливковые оттенки. Второе. Детали – это важно. Вам не придется глобально вкладываться финансово, достаточно обновить лишь некоторые элементы. Здорово на уют влияет текстиль, шторы, подушки, покрывала. Выбор сейчас огромен. Тут каждый сможет реализовать свое представление о красоте. Третье. Покажите свою любимую коллекцию. Всегда так душевно и тепло от вещей, привезенных из дальних стран или собираемых долгие годы. Фигурки животных или статуэтки, нежные декоративные шкатулки, даже коллекция кактусов наполнит уютом любое помещение. Но не перестарайтесь, чтобы не превратить комнату в небольшой музей. Четвертое. Это девочковость. Если любите все нюдовое и нежное, тогда вам за шелками, цветочными композициями, роскошными зеркалами и романтичными картинами. Не бойтесь переборщить. Женственность всегда в моде. Пятое. Будуарная зона. Ну, или как минимум небольшой, но стильный косметический столик. Постарайтесь найти для него место, ведь так приятно иметь личное пространство для себя любимой. А уж вариантов таких столиков огромное множество, даже если у вас совсем мало пространства. Шестое. Нет гардероба – не беда. Высокий шкаф. Главное не крадущее место – это наш вариант. Легкие в светлых тонах глянцевые фасады. Если не боитесь, то можно и зеркальные. Боковые полочки открытые, но интересно обыгранные. Уберут при входе ощущение туннеля. В крайнем случае функциональный комод решит вопрос хранения вещей. Седьмое. Недостаточно места – поможет подиум. В нем можно как хранить необходимые вам вещи, так он может быть и местом, где скрыта сама кровать. А если вы проживаете в однокомнатной квартире, и спальню все же хочется, то легкая перегородка решит этот вопрос. Восьмое. Не забывайте об освещении. Верхний свет важен для повседневных дел. Боковые бра – для временных посиделок и чтения. Торшеры здорово зонируют, отделяя зоны. Предусмотрите интимное, регулируемое освещение. Нише потолков, под кроватью или мебелью, под полочками. Уютная, правильная спальня для каждого своя. Все мы личности, и потому индивидуальность – это главное. Пробуйте, творите, сочетайте, ищите себя, не боясь самых дерзких экспериментов. А тем, кто меня не знает, хочу рассказать, что я еще и обучаю дизайну интерьера. У меня курс в онлайн-формате. Это 20 уроков, которые вы можете проходить в любое удобное для вас время, даже ночью. А получить нулевой ознакомительный урок можно по почте, вайберу или скайпу. Напишите мне. Всего вам доброго и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Добро пожаловать в наш канал!